Здравствуйте! У нас 160-й урок по книге Мишли, и мы находимся в 18-й главе. Последние два предложения, 23-е предложение, нам надо начать обсуждать. С мольбой говорит нищий, а богатый отвечает с дерзостью. Есть приятели для забавы, а есть друг, более привязанный, чем брат. На этом глава кончается, и попытаемся немножечко вникнуть. Тахнун – это молитва, но молитва, я не знаю, как лучше перевести по-русски, что-то типа мольба. С мольбою говорит бедняк, нищий, а богатый отвечает дерзко. Объясняет мольбе, что имеется в виду, что если бедняк молится и обращается с молитвой, то тогда обращается, молит, я не знаю, просит, то тогда богатый отвечает и производит ответ с помощью дерзости, что также эта дерзость находится в природе богатого человека. Его природа, в природе богача заложено то, что он хочет выполнить, помочь бедняку. Поэтому, когда бедняк просит и обращается, то в этот момент богатый человек, он силой отвечает на просьбу бедняка. Это такой простой смысл этого предложения, но Гаон объясняет его совершенно иначе. Гаон говорит, что здесь речь идет о молитве. Молитва – это тахнунин, это мольба, это обращение ко Всевышнему. Отсюда название одной из молитв, которой мы молимся в Шахрисуминха – тахнун. Имеется в виду, что человек, когда он молится, он должен в своих глазах выглядеть как нищий, как бедняк. То есть, как человек, у которого нету никаких заслуг. Как сказано, «Тфила лоони киятеф». Это кусочек из Дгилим, 102-й псалом. Начинается «Тфила лоони» – молитва бедняка. Таким образом, Гаон объясняет, что Шлома Амеллах учит нас в этом предложении. Тому, как должен молиться человек, что он, когда обращается с просьбой, с мольбой ко Всевышнему, он должен обращаться с попыткой почувствовать себя ничем, аннулировать себя, абитулировать себя. И обратиться ко Всевышнему не для своих заслуг, не потому, что мне что-то магия, что-то я достоин чего-то, а как бедняк, который просит без всякого права на это, просто как просьба, как мольба. Это первая часть пасука. Вторая часть – Ашир, богатый человек. Он яный Азут. Он должен отвечать с помощью качества, которое называется Азут. Азут – это дерзость. Таким образом, богатый будет отвечать дерзко. Что имеется в виду? Что Раф, который учит Тору и преподает Тору, он должен быть дерзким в своем изучении Торы. В вещах, связанных с Лимудом. В другом месте, в рукописи, Гаон пишет, в этом же месте, только в рукописи Гаона, написано, что Раф должен быть в Торе, должен сделать себя дерзким. Как сказали наши мудрецы, дальше приводятся нам кусочки из Гемора Таанит, Гаон приводит, где сказано, что каждый Талмит Хохом, каждый мудрец Торы, который не кошек и борзель, который не будет настолько же тверден, как железо, как металл, Эйна Талмит Хохом. Он не является Талмит Хохомом. Обычно очень принято говорить о том, что Талмит и Хохомим должны быть мягкие. Так вот, мы обычно говорим о том, что человек, который Талмит Хохом, мудрец Торы, этот человек должен быть мягкий, потому что слова Хохомим, они слышатся, когда он обращается с мягкостью. Но здесь говорится немножко другое. Здесь говорится о том, что Талмит Хохом должен быть дерзким. И наши мудрецы говорят, что Талмит Хохом, который не обладает этим качеством дерзости, он не является мудрецом Торы. Потом мы вернемся к этому. И еще, значит, первый комментарий говорит, что когда человек молится во время молитвы, он должен быть нищим, тихим. Когда он обучает Тору и учит Тору сам, он должен быть дерзким, не знаю, можно ли сказать хамоватым, но резким. И еще другой комментарий, который дает Гаон, что слово Тахнуни, слово вот мольба, молитвы, это Талмит. Оно относится к Нераву, а к Талмиду, к ученику. Он должен, когда обращается к Раву, говорить Батахнуни, говорить приниженно и вот так вот аккуратненько. Откуда это учится? Это учится из Гемора Шаббат, где сказано, что у человека должен быть, человек должен ощущать себя немножко мар, немножко горьким, из-за страха перед Равом, перед Торой, который он, когда он учится. И другое место, о котором тоже в Геморе Шаббат, где сказано, что любой Талмитхохам, который сидит перед своим Равом, его уста не источают горечь, то есть ему не горько, он не ощущает вкус горечи в устах, такой Талмитхохам, его уста будут получат квию, получат ожог. И это то, что написано Рашбе Тора, человек, который беден в Торе, то есть имеется в виду, что он до сих пор беден, он нуждается в учителя, его обучают. Такой человек должен находиться в состоянии эймы, в состоянии страха, в состоянии бедности, в состоянии ощущения того, что ему кто-то нужен, нужен преподаватель, и он должен вот себя абитулировать, аннулировать перед Равом. Человек, который ашир, человек, который богатый человек, продолжение пасука, ашир богатый человек будет говорить дерзко. Так этот богатый человек – это Рав. Рав – это человек, который достиг уровня в Торе, когда он не нуждается в преподавателе, настолько понятно, насколько это возможно, он уже преподает Тор, он уже дает окружающим, И у этого человека должен быть азут, у него должна быть дерзость. И об этом сказана такая фраза в Геморе Ксубас на Дафику в Гиммел. Гемора говорит про Рава, что он должен «зрок мара беталмидим». Брось мару желчь, горечь своих учеников. То есть он должен управлять, он должен иметь какую-то власть, какую-то силу, потому что иначе его слова не будут услышаны. Это второй комментарий. Таким образом, первый комментарий Гаона, который говорит о том, что человек должен сделать себя бедняком во время молитвы, он должен прийти ко Всевышнему с тем, что у него ничего нет, он голый, как лист, и должен прийти с этим ко Всевышнему. Второй комментарий говорит, что человек должен... Извините, а вторая часть это то, что человек, который преподает в Торе, даже не обязательно преподает, научит Тора, там он должен быть дерзким, он должен отстаивать свое мнение, попытаться понять, спорить и так далее. Второй комментарий говорит, что и то, и другое говорит про изучение Торы, но есть разница уровней двух людей. Человек, который впитывает, получает ученик, и человек, который дает, преподает. Один из них должен быть ученик, должен находиться в горечи и в страхе. Учитель должен находиться в дерзости и заставлять услышать слова Торы. Это вторая часть. И третий комментарий, тоже Гаона. Он говорит, Тахнуним это ученик, который должен говорить Тахнуним, который должен молиться, относиться с мольбой, обращаться. Даже если Ашир, то есть Рав, будет говорить дерзко, то есть не то, что Рав должен говорить дерзко, но даже по отношению к тому Раву, который твердо дерзит, ученик все равно должен относиться с пиететом и должен ощущать себя бедным, несчастным и так далее. То есть даже в тот момент, когда Рав гневается, как сказано, что любой ученик, на которого Рав гневается первый раз и второй раз, а он молчит, он удостаивается высокого уровня в Торе, такого уровня, что он может различить между кровью, которая нечиста, и кровью, которая чиста. Здесь третий комментарий говорит нам о том, что ситуация, связанная с изучением Торы ученика, она должна быть такой, что ученик со своими медот, со своими качествами, должен быть такой, что он готов аннулировать себя перед Равом настолько, что даже когда Рав на него гневается и кричит, ученик должен принимать слова Рава и воспитывать свои медот таким образом, чтобы никак не предпринимать слова Рава, крик, шум, каас, гнев, как обиду, а наоборот, он должен со страхом внимать, вслушиваться в то, что говорит ему Рав. И в таком случае этому ученику, который один-два раза, когда Рав на него гневается, этого держивает и не отвечает, и говорит стихо, спокойно и так далее, такой человек удостоится высокого уровня знания Торы, который Гаон описывает геморрой, что он удостоится различить между чистой и нечистой кровью. Это, как бы, один из примеров высшего пилотажа. Поскольку Тора, как мы знаем, делится на Торы Шабихтав и Торы Шабальпы, а письменная и устная Тора, мы фактически то, что занимаемся, то, чем мы занимаемся, это изучение Танаха, Мишли, понятно, что с какими-то комментариями, но это больше относится к понятию Торы Шабихтав, понятию устной Торы. Они на самом деле не разделимы, письменная и устная Тора. Но мы сейчас занимаемся изучением того, что говорил Шламо о Меллах, и неким объяснением того, что он говорил, понятно, который использует устную Тору, но сама устная Тора – это Галаха, это Ломдос, законы и так далее. В них есть полная путаница, полное непонимание, полное неразумение того, что написано, произнесено и так далее. И вот, когда люди сидят и занимаются этой Торой, то здесь главная часть – это передача умения мыслить из поколения в поколение, принципы, которые даны Маширобейну на горе Синаис, с помощью этих принципов анализировать и лидамот милта ла милта, уподобить одну вещь в другой, лихалекбан милта ла милта, найти разницу между какими-то вещами, это и есть изучение Галахи, поскольку выучить ту Галаху, которая дана учителям, и ученик ее просто запомнил и повторить, это обязательная часть, понятно, устной Торы, но это не главное в изучении Торы, безусловно, это надо знать, а главное – найти в новых вещах подобие тому, что я уже услышал, научиться логически вывести целую цепочку рассуждений и вывести то, что нам хотят сообщить в новой ситуации и так далее. Это называется Тора Ше Баальпе, это главная часть Торы Ше Баальпе, устной Торы, и одна из таких вот важных элементов – это понять между Тамэ и Тагор, чистым и нечистым, мутар или асур, можно или нельзя, хаяф или потар. Есть за это наказание или за это нет наказания. Это шесть направлений, шесть векторов, которые есть в устной Торе, и одна из них – это развлечение дам, крови, которая есть. Бывает кровь, которая является Тагор, бывает кровь, которая является Тамэ. Речь идет о Галахот Нида, законах не только супружеских отношений, но и законов, связанных с разрешением кушать жертвоприношения и так далее. и это довольно маленькая разница внутри оттенков одного и того же цвета, которые, ну, не одного и того же, понятно, что есть какая-то разница в цветах. И это очень тонкое разделение, которое далеко не все могли выучить и так далее. Это зависит не только от знаний Торы, но зависит еще от умения увидеть, различить и так далее. некий хуже, некое ощущение, некая тонкость, которая есть. И вот эти вот вещи обещаны человеку, который учит Тору, вкалывает, научит Тору с помощью положительных медот. Он готов левотель себя, аннулировать себя перед Равом. И даже когда Рав повышает на него голос ЭКС первый и второй раз, Рав гневается, а он ставит себя как бедняк по отношению к Раву, то такому человеку говорится, понятно, что это не единственное условие, которое должно быть, что если при этом он толмит Хохом, он действительно мудрец Торы, то ему, как Кодыш Брагуа, обещает дать вот эти вот умения различать даже между Дам Тагор и Дам Таме, между кровью, которая чистая, и кровью нечистая. То есть разделить между понятиями Тагора и Тума, что наиболее, в общем, наиболее высокий уровень понимания устной Торы. Сегодня мы практически не занимаемся этим, мы очень много махмирим, потому что даже самые большие рабоним не умеют различить те вещи, которые умели когда-то различать наши Танаем и Амараем, и поэтому мы не доходим до этого уровня. Фактически Тора, которая у нас есть сегодня, она ограничивается мутар и асур, можно или нельзя, посуль или кошер, это кошерно или это посульно, в Тагор и Таме мы почти не залазим, поскольку из-за разных вещей мы лишены храма, и, соответственно, лишены понятия Тагоры и Тумы с храмовой службой, в которой нужна Тагора. Сегодня мы все находимся в Батума, от начала до конца, но, тем не менее, обещание, которое дает Шламу Амелых, оно остается. И следующее предложение, последнее предложение этой главы говорит, что есть приятели для забавы, есть друг, который более привязан, чем брат. Объясняет, что имеется в виду Мальбим. Меня просили, чтобы я читал на иврите. Я читаю. Человек, который вот такой вот существует, икэш, который, икэш сватаем, для того, чтобы, нет, я перепрыгнул, извините. Иш раэм литраа, есть ближний человек, который нужен для того, чтобы просто вот так вот сблизиться, такое легкое общение, а есть любящий, который более близок, более прилеплен, чем брат. И Мальбим объясняет, о чем идет здесь речь. Говорит Мальбим. Мы уже говорили, что сказали Михакрим, те, которые исследуют, Ки Гоконе, человек, который приобретает Охавим Рабим, многих любящих людей, Афилу и Хатэнло, если у него их много, то нету даже ни одного. То есть человек, у которого есть компания, которая к нему хорошо относится, с которой он близок, то на самом деле у него нету ни одного. Потому что понятие любви, это всегда кто-то один. И каждый человек, который титра Б, чем больше увеличивается батала, вот это вот времяпрепровождение в хорошей компании, посидеть, выпить, сообразить на троих и так далее, то это влечет за собой Афроду, это влечет за собой разделение. И это то, о чем сказано, что тот, у которого есть Раим, Раим написано, многие близкие в множественном числе, это только для прекрасного времяпрепровождения, которое выглядит, что это человек, у которого много близких друзей. Он так выглядит. Потому что это Гедр, это определение Биньяна, такого строения, которое замки иллюзий, я не знаю, как это сказать лучше на русском языке, то есть, когда у человека выглядит, что у него очень много друзей, выглядит, что у него есть такая близкая компания, это иллюзия всегда. На самом деле, у него нет близких. А есть ОГЭФ, написано в единственном числе, человек, который его, любящий его человек, в единственном числе, то есть, если у него есть один человек, между ними нормальное, хорошее вот такое вот отношение, тогда он прилеплен больше, они дружат больше, чем братья. И это Гедр, определение понятия АГАВА, любовь. Потому что дружба, настоящая дружба и любовь, она становится выше, она становится больше, чем дружеские отношения, соединения, которые существуют между братьями. Мальбим не объясняет точно, что он имеет в виду. И давайте мы воспользуемся Гаоном, чтобы немножко больше понять. Подведем итог. Мальбим сказал очень простую вещь, которая состоит в том, что когда у человека есть много близких друзей, то на самом деле у него нету никого. Потому что друзья, это всегда единицы. Не обязательно один, Мальбим пишет, что один, но это всегда единицы, это никогда не может быть большая группа людей. большая группа людей, это хорошо для того, чтобы сесть отметить день рождения и так далее, а вот чтобы была настоящая дружба, это всегда один человек. Но если есть такой один человек, то эта дружба, эта близость выше, чем близость с братом. И это вещь, которую надо немножечко попытаться обсудить. И давайте попробуем с помощью Гаона это сделать. Не знаю, уместен ли этот пример, просто, чтобы как-то проявить. Есть законы Авелута, законы Траура. И законы Траура, когда у человека умер кто-то из родителей, не про нас быть сказано, то в течение 12 лет нельзя ходить на пьянки, вечеринки, самоход. Я даже не знаю, как по-русски лучше сказать это слово, самоход это от слова семха радость. Какие-то пиры, посвященные радости. Имеется в виду пиры митцвы, например, шево-брохос. Шево-брохос это когда кто-то женится, то 7 дней идет гуляние, приглашают в разные места, и там жениху и невесте устраивают трапезу, а после этого говорят благословление во время Верха Тамазона молитвы после трапезы, после еды. Так вот, на эти шево-брохос по Галахе нельзя ходить по закону, нельзя ходить Абелю, человек, который находится в 12 месяцах траура по родителям. Ему нельзя ходить на эту Сауду, но есть такое облегчение, которое не четко понятно на чем основывается, но есть такое облегчение, что если у человека женится кто-то из детей его брата и сестры, то ему разрешают туда пойти и поработать там официантом поносить чего-то, продукты и так далее, он может сделать из себя дома для них шево-брохос, а сам работать в качестве официанта, обслуживающего персонала и так далее. Облегчение не четко понятно на чем основывается, но тем не менее в Галахе оно сегодня очень широко используется и разрешается это довольно часто. Понятно, что я не говорю сейчас Галаху, и Майсу, я говорю, что надо посоветоваться с Раум на эту тему, если вопрос будет, урок, который я даю, не является уроком Галахи, поэтому уроком Гошкафы, мировоззрения. У меня однажды была ситуация, когда у кого-то из моих друзей там дочка выходила замуж, и я посоветовался с Раум и спросил, что я никакого отношения к родству не имею, можно ли делать шево-брохос или нельзя делать шево-брохос. Он мне сказал, что быводай можно, сто процентов еду носи и так далее, посидеть, несколько минут потом встать и идти можно. Я спросил, почему? Весь этот гетер, все это разрешение написано только про братьев. Я не помню, тот Рафф, с кем я советовался, я не буду говорить, его имени не имеет значения, привел ли он этот пасук Мишли, но он сказал, что я тебе уверяю, что ваша дружба выше, чем дружба между братьями. Это то, о чем говорит здесь пасук. Я говорю, ну-ну-ну-ну, уж прямо-таки. Он говорит, смотри, у меня никогда не было таких друзей, как у тебя, а у тебя никогда не было братьев, поэтому мы не можем с тобой поспорить, сравнить мы оба не можем. Но после определенных событий, которые там вы прожили вместе в России, шуба, которая вместе сделана и так далее, быводай, на сто процентов это можно делать, в общем, тесмо халай, положись на меня. Теперь посмотрим, как объясняет Гаон этот пасук, что означает дружба, которая выше, чем отношения между братьями. Он говорит, во-первых, он идет совсем не так, как Мальвим во многих вещах. Читаем. Ишраим Литруа, человек, которого много близких, Бабейто, Гуи Шабер, у него много близких, у него в доме постоянно находится, этот человек разобьется, сломается. Как об этом сказано, что пусть не будет у человека много близких внутри дома. И приводится цитата, которая приводит из Гемора Брохас, о том, что дается совет, пусть постоянно не будет много друзей, много близких находиться в твоем доме. Если бы это не было Гемора Брохас, тот человек, который так сказал, мы бы про него чего-нибудь нехорошее сказали. Теперь, я хотел бы обратиться к маленькому кусочку, который мы когда-то учили в Мишле, и мы даже частично его помните. Сейчас, секундочку. Шлома Амеллах нам говорит, в 17-й главе Шлома Амеллах нам говорит, маленький-маленький пасук, о-гэф пэша, о-гэф маца, макбия петхо, мивакэш шевер. Человек, который любит пэша, грех, это, он любит ссору, и человек, который поднимает свой вход, он просит разлома. Объясняет Гаон, человек, который любит пэшу, он любит мацу, что имеется в виду? Маца, это ссора. Человек, который любит восставать, от слова пэша, это восстание, разло, то он любит восставать против Всевышнего. Человек, который поднимает свой петах, поднимает свой вход, имеется в виду, впускает много близких к себе домой, он ищет, просит шевера, разлома. Как сказано, ишраимли, итрое, и приводится наш посуд, который мы сейчас учим с вами, что человек, у которого есть много близких, это приводит к проблемам. И еще, что такое Магбей Петхо, что значит приподнимает свой вход, объясняет Гаон, это пиф, приподнимает свои уста, то есть, он раскрывает свой рот, чтобы говорить какие-то глупости, этот человек приводит к разлому. Но один из комментариев, который говорит, что человек, который держит дом открытый для слишком многих относительно близких людей, это приводит к отрицательному результату, связанному с тем, что что-то сломается. Теперь попробуем разобрать вторую половину пасука. Первая половина пасука говорит, что в доме должно быть ограниченное количество близких людей, не то, что никого не надо пускать, но не должен дом быть открыт слишком широко, поскольку это приводит к битль-тоэре, к тому же, человек не учит тору, не занимается митцвод, и вот такое вот приводит к пустому времяпривождению. Я думаю, что все знают, что когда собирается такая вот очень широкая компания, то не всегда разговоры идут по поводу того, является ли какая-то вещь мукцией в шаббат. Иногда разговоры идут на другую тему тоже. И это уже начинается дворем-бетейлем, которые пустые разговоры, за которые есть он уж. Теперь он продолжает. Вы ешь алгеф давук миах, а есть такой друг близкий, любимый, который более близок, чем брат. Имеется в виду, что у человека, у которого есть настоящий любимый друг, но он не находится постоянно около него. До сих пор мы говорим, что когда все люди относительно близкие находятся у него в доме, теперь мы говорим, что есть человек, который ему по-настоящему близок, по-настоящему друг, но он не постоянно находится около него. Рукописи Гаон пишет, несмотря на то, что он не постоянно возле него, не то, что это необходимое условие, но тем не менее он у него ешь, он у него есть, даже если он удален от него, но он находится в каком-нибудь другом месте и тем не менее они соединены, они продолжают быть близки, больше, чем с братом. Что имеется в виду? Он приводит, Гаон приводит пример из Танаха, дружба, которая была у Янатана и Давида, как сказано ватидабек нефишенатан бы Давид, что были слеплены их души, они прилепились, подружились настолько, что они были неотделимы друг от друга, несмотря на то, что пасук этот сказан в тот момент, когда они расстались и Давид ушел к себе домой и Янатан в это время отвечал Шаулю о том, что Давида нет, но тем не менее тидабек нефишенатан бы Давид, эта фраза, то есть близость душевная может быть даже, когда они территориально находятся порознь, тем не менее Давка, Навшобо, его душа была прилеплена к Янатану, их дружба оставалась, и этот двикут, и это соединение, это выше, чем братство, потому что любовь между братьями, она происходит из-за того, что они пришли из одного места, они росли в одном доме, родились у одной мамы, у одного папы и так далее, но теперь они разделены, поскольку семьи, как мы знаем, разделяются, дан приказ ему на север, ей в другую сторону и так далее, но любовь, она это то, что соединяется, друг, которого ты любишь, соединен с тобой постоянно, то есть любовь между братьями, она рождается из одного корня, и поэтому она остается на всю жизнь, любовь с другом, с которым ты подружился, она выше, чем любовь с братом, потому что она не вышла из одного корня, вы сами ее создали, имеется в виду, как уже объяснено в другом месте, говорит Гаон, в другом месте, ну, давайте попытаемся это место найти, если я сейчас быстренько его найду, один момент, в 17 главе 17 пасук говорит что означает, во всякое время есть любовь, которая существует у человека, но брат он рожден для несчастья, такая вот пасук, которую мы учили, и Гаон здесь объясняет, что есть цитата, которую он приводит, из Перкейда Раби Лезер, что есть три человека, которых любит человек, у любого человека есть три, трое, к которым он относится с любовью, сыновья, домочадцы, деньги, и хорошие дела, которые он сделал, к этим трем вещам он относится, домочадцы, то есть сыновья, хорошие дела, которые он сделал, и его деньги, к этим трем вещам обычно люди относятся замечательно, внутри, не в Ктафьят, не в рукописи, а уже в изданной книге, Гаон чуть-чуть меняет Гирсу версию и говорит, деньги, любимые, и те, Гмелут Хасадим, которые он сделал, хорошие дела, которые он сделал. Первые две вещи, они не находятся с ним постоянно, но они находятся с ним во время, в этом мире, только на время, но в Алла-Маба они совсем не попадают, ни его близкие, ни его деньги, в Алла-Маба с ним не попадут, но дздока, циткатка, дздока, Гмелут Хасадим, это то, что будет с ним постоянно, и это то, что сказано, что это будет постоянная любовь, которая будет с ним. Но брат рождается для цары, для несчастья. Что имеется в виду? Когда приходит несчастье к человеку, не дай Бог, в этом мире или в грядущем мире, не помогут ему первые две вещи, ни его друзья и любимые, ни его деньги. как сказано, ах, лопада ивде иш, ло и тен ло и лаким капаро. Брат не может выкупить, и человек не может дать Всевышнему деньги для искупления. То есть, деньги не могут привести к этому вопросу. Но, Гмелут Хасадим, они, то есть, оказание милости, которое делают люди, это то, что будет с ним навсегда. Это говорил Гаон в 17 главе. Теперь, с помощью этого обратимся, чтобы понять, что здесь сказано. Здесь сказано, что есть тот друг, который будет более близок, чем брат. Мы с вами сказали, что, уже сказали, что брат, любовь между братьями, это то, что связано с тем, что они пришли из одного места. А любовь, о которой мы сейчас говорим, это что-то другое. Имеется в виду то, что мы говорили, что есть три близких у человека. Деньги, родственники Игмелут Хасадим и оказание добра. Махасим Тавим, добрые действия, которые он сделал. И это то, о чем сказано Ишраим, то есть, человек, который преследует за первых двух близких, поэтому они поставлены во множественном числе. А именно, что такое первые двух близких? Это родственники и это деньги, которые тоже очень родные. И это деньги и родственники. Этот человек в конце концов сломается, разобьется, потому что эти вещи не придут с ним в могилу. И даже во время, когда он склоняется к смерти и оказывается в постели и более какой-то серьезной болезни, его родственники и деньги не могут ему помочь и не спасет это от смерти человека. Но есть другой любящий, который более близкий, то есть, тот, который не находится постоянно рядом с ним, но он есть и он прилеплен даже, когда он находится в другом месте к этому человеку и он более близок, чем самые близкие и это Ах, брат, который постоянно находится с ним и спасает его от всех бед, которые есть в этом мире и в мире грядущем. Как сказано, что он прилеплен к нему в этом мире и в мире грядущем. Таким образом, он хочет сказать, что есть вещи, с которыми человек рождается близок, это его родственники, это его деньги, с которыми он растет и привыкает к ним и так далее, и они к нему безумно близки, но наполнять ими весь дом нету никакого смысла. Есть третий близкий, который есть у него, это Тора, Гмелутка, Садим, хорошие дела, оказание милости другим людям, которые будут находиться с ним постоянно, и они будут с ним и во время болезней, и во время смерти, и это то, что не оставит никогда, и это более близкий, чем Ах. В данном случае Ах, брат, это имеется в виду тот, кто с ним появился в этом мире, и то, что остается с человеком внутри этого мира, и то, с чем он родился, и то, что они вышли из одного места, это брат, то есть родственники, деньги и так далее, и есть то, что он приобретает, и несмотря на то, что они отделены, Гмелутка, Садим, какие-то хорошие вещи, которые человек сделал, они были сделаны 10 лет назад, и он о них мог забыть, и они находятся далеко, но тем не менее, они ближе, чем брат, потому что в тех ситуациях, в которых Бышадо Атхак в трудный час, когда это понадобится, именно это то, что находится с человеком, и это то, что останется с ним, и будет с ним даже в Алла-Маба, а ни деньги, ни родственники, ни все остальные, в том числе дети, в Алла-Маба с тобой не пойдут. Здесь есть некоторые, на самом деле, исключения из правил, а именно, я не знаю, почему Гаон на эту тему сейчас не стал писать, вероятно, Боров что-то то, из-за того, что это совершенно очевидно, то об этом не стоило писать, но существуют вещи, которые дети помогают папе сделать имами Алла-Маба больше, чем многие другие вещи. Понятно, что главное, что состоит Алла-Маба человека, главное, что остается с ним, это его Маасим Тавим, его хорошее действие, его Митсвот и его Тора. Без Тора нет никакого Алла-Маба, но после того, как человек достигает награды в Ганедане, и человек умирает, и не находится уже внутри этого мира, и он лишен возможности сделать и Митсвот, и Гмелут Хасадим, и учить Тору, и в этой ситуации он получает свою награду за то, что он сделал раньше, на самом деле у него может продолжать оказываться получение награды за счет детей, которые находятся у него, его дети, которые находятся в этом мире, продолжают делать Митсвот, и их Митсвот поднимает и дает награду родителям даже после смерти родителей. Поэтому есть как бы еще один вид близких к человеку людей, это Митсвот, который выполняют его дети. Мы сказали, что есть дети, деньги и хорошие поступки, и есть хорошие поступки детей, которые продолжают давать Алла-Маба человеку. Но, судя по всему, Шлома Амеллах это включил и показал в понятиях хороших поступков. Потому что, когда мы уже говорим о самых близких, которые как бы не были близкими с тобой, но стали, то он включает и те поступки твои, которые ты делаешь, и поступки детей, которые могут помочь дальше. И это то, о чем сказано, что определение, какой уровень получит человек в Ганедане или в Гейноме, очень во многом зависит от поведения детей внутри этого мира. Но понятно, что поведение детей только не может ничего сделать, потому что должны быть собственные поступки, благодаря которым человек может заслужить этот Алла-Маба, заслужить Ганедан. Поэтому, главное здесь, его поступки, это то, о чем сказал нам Шлома Амеллах в этом пасуке. Окей. Теперь двинемся дальше. Мы закончили 18 главу и с Божьей помощи начинаем главу 19, где сказано «Лучше неимущий, ходящий в своей непорочности, чем богатый, коварный устами и глупый». Давайте сразу второе предложение тоже прочитаем. Душа безразумения нехороша, а торопливый ногами оступится. Мальбим объединил, в общем, не совсем объединил, Мальбим объясняет, давайте вначале на иврите, «Тов, Раш, Голех, Бетомо». Здесь интересно, что он продолжает немножечко относится это, 19 глава, к тому, с чего кончилась 18 глава, «Хорошо бедняк, который ходит в своей простоте, ми и кэш, чем, и кэш смотан, человек, который искривляет свои уста, и он одновременно является ксилем придурком, я не знаю». А как он перевел? Как-то лучше перевел, чем я. Глупый. Да. Окей. Говорит Мальбим, «Тов, Раш, Тов, лучше тот, кто является бедным, до такого состояния, что все видят его внешнюю бедность, нужду и так далее, но он идет по прямому пути, по пути, который называется там, прямой человек, простой человек, без того, чтобы уйти со своей праведности, и в устах, и в сердце он остается благочестивым, что этого человека есть внутреннее богатое духовное богатство, и он более богат, чем тот человек, который является ксиль, глупый человек в своей внутренности, что этот человек постоянно внутри своей травы, своей стремления к наживе, она властвует над ним, стремление к получению удовольствия, и она отодвигает от него много мудрости, и этот человек на самом деле внутри своем, он очень беден, то есть его мудрость, она очень бедна, и этот человек он искривляет свои уста, и он скрывает то, что находится у него в сердце, и на устах он высказывает не то, что находится у него внутри, и он показывает, как будто бы он любит мудрость, имеется ввиду, что хорошо бедняку в теле, но богатому в душе, чем наоборот, то есть Мальбим объясняет этот пасук таким образом, что есть люди, которые телесно и материально находятся в состоянии бедности, но эти люди ведут правильный образ жизни, идут по правильному пути, и внутри у них находится спокойствие и ясность и понимание, для чего они находятся в этом мире, и эти люди более счастливы, чем те люди, которые внешне богатые, обеспеченные, но внутри у них нету мудрости, нету торы, и соответственно устами они как бы говорят о том, как все хорошо и так далее, а внутри себя находятся в постоянном состоянии дааги, боязни, страха, обеспокоенности и понимания, что что-то тут не то. так вот, лучше быть духовно богатым, несмотря на бедность, которая есть в теле, чем телесно обеспеченным, но иметь бедноту, которая есть в душе. это то, что говорит нам Шлома Амеллах по комментарию товарища Мальбима. Теперь посмотрим, как объясняет Гаон этот пасук. В принципе, здесь ничего такого особого нового не будет. Он говорит, что лучше быть бедным, который идет в тмимуте, в своей простоте без ухищрений и не стремиться, не преследует ложь и какие-то действия, такие вот лжедействия, которые приведут его к обогащению. Потому что подобный человек, несмотря на то, что ему не хватает мезонод, пропитания, парносы, обеспечения для своего тела, поскольку он раж, он бедный человек и он идет в своей простой жизни, тем не менее, ему лучше, чем человек, который вынужден постоянно кривить свои уста. И это человек, который ксиль, который глупец. То есть, что это означает? Что лучше быть бедному, но честному, чем человеку, который будет богатый, но и кэш сватав, но искривляет свои уста. И это один из псуким, который говорит Гаон, называется псуким к царим, укороченный хасырим, укороченный псуким, которых не хватает немножечко, я сразу, поскольку использовал русский перевод и комментарий, то сразу перевел так, что смысл становится понятным. Но если дословно перевести то, что здесь сказано, здесь не видно смысла. Поэтому мы все-таки пойдем по переводу, который дает им альбим и Гаон, но Гаон объясняет, что это так называемый к тувим хасырим, псуким, в которых не хватает, надо добавить пару слов, чтобы понять смысл. И здесь сказано, что раш, который Галех Батумо, раш, который идет, бедняк, который идет простым, правильным путем, стандартным, он лучше, чем, ему лучше, чем богачу, который постоянно искривляет свои уста, но на самом деле он ксиль, он глупец, и он теряет очень много. Потому что, несмотря на то, что бедняку не хватает денег, тем не менее, он шалэмбэсэхэль, в разуме он цельный, он цельный человек, и он понимает, что ему нужно, понимает, куда он идет, и он идет по этому пути, который называется там, как про Якова сказано, Яков иштам юшэфа галим. Яков был человеком простым, сидевшим в шатрам. Он шел по простому пути того, что требует Тора, и не пытался найти какой-то путь, чтобы обойти законы Торы и пойти по неправильному пути. Что не так с ксилем, с глупцом? Потому что он по-настоящему бедняк, именно он, несмотря на то, что денег ему хватает. Потому что ему не хватает разума, и также он они бы даат, он бедняк по отношению к пониманию даата. И мы говорили, что такое они бы даат, человек, которого не хватает связи между телом и поведением, которое должно вести тело связанных с Торой, у него не хватает этой связи, и даже если у него есть какие-то знания, они не отражаются на его поведении, и в результате он как бы находится в таком состоянии не совсем верного пути. И это то, о чем говорит здесь нам Шлома Амеллах, что лучше быть богатым, слегка, извините, бедным, но человеком, идущим, выбравшим и нашедшим правильный путь в Торе и в Митцвод, чем человеком обеспеченным, но который вынужден постоянно искривлять свои уста и постоянно выдумывать, подбирать и так далее, для того, чтобы остаться в той ситуации, в которой он есть. И понятно, что такой человек подбирает не только к окружающим, но очень часто он врет самого себе, и результат этого то, что он попадет в тот мир, который он себе строит, мир, который называется Алам-Шекер, мир лжи, и есть Алам-Аймед, есть Алам-Ашекер. Алам-Аймед, мир истины, это Алам-Аббар. Алам-Ашекер, мир лжи, это мир, который мы сами себе выстраиваем, благодаря тому Шекеру, в котором мы живем. Мы выдумываем, получаем удовольствие, мы придумываем для себя тот мир, в котором мы находимся, но проблема состоит в том, что на каком-то этапе каждому из нас предстоит оказаться в мире, который называется мир Эмед, Алам-Аймед, мир истины, или Алам-Аббар, мир грядущий, и все, что мы придумывали себе в этом мире, оно станет понятно, что его на самом деле никогда не было, потому что существует только Алам-Аймед, мир, в котором Гошем, Элокейхем, Эмед, Торас Эмес, Мойша Эмес, Ватарос Эмес, Мойша истина, и Тора его истина, и ничего, кроме Тора и Митцвод, не останется. И тогда, оказавшись в этом мире, который является мир Эмед, человек увидит весь Шекер, который у него был, постоянно с ним, и весь этот Шекер исчезнет, все пройдет, как с белых яблонь дым, и после того, как все закончится, кроме понятия Эмед, а к этому Эмед он не имеет отношения, то это и есть Гейном, который рисует нам Хазаль, очень много об этом Маораль пишет, который объясняет, что Ганеден и Гейном, по сути, это одно и то же, просто для человека, который не построил Эмед, не жил истиной этого мира, а жил только Шекера этого мира, то в тот момент, когда весь Шекер закончится, в этот момент ложь растворится, ее не будет, останется только в мире Алам Га Эмед, и то отношение Эмеда, которое у него есть, то у него и останется. И пример, который стандартно приводится, я его уже приводил, он немножко избитый, но без него трудно обойтись, это человек, который сидел и учил Тору внутри этого мира, вся Тора, которую он выучил, будет с ним теперь постоянно в этом Алам Эмед, потому что Тора с Эмес, Тора это и есть Эмед, и она будет теперь вместе с ним, он будет открывать один за другим те тома Торы, которые он учил, и будет постигать в них тот смысл, который он не мог постигнуть, потому что при жизни это нам не дано, это мы можем сделать только после смерти, и вот этот человек будет внутри той Торы, которую он выучил, достигать самых больших высот. И есть другой человек, который находится в том же самом месте, где та же самая Тора, которую он выучил, Только по ряду причин этой Торы нету, потому что все, чем он занимался в этом мире, это шекер. И вот кто из них по-настоящему раш, по-настоящему бедняк? Тот, кто в течение каких-то нескольких лет набрал себе много разных вещей, но теперь он оказывается в мире, где ничего кроме Торы нету, а Торы у него нету, и все. И он будет находиться в гейноме, который называется Heider, вакуум. Он будет находиться в абсолютной пустоте, не день, не два, а фактически вечно. Или человек, который будет находиться в той Торе, которую он выучил, и будет находиться вечно, но внутри того, что называется Алам-Газе, то есть Алам-Ар-Шекер, мир лжи, он не имел к этой лжи никакого отношения, и этому выглядел как человек, отделенный от мира, человек, которого так и зовут не от мира сего, и он был вне этого мира, но Боро-Гашем соединился с Алам-Аймед, и вот теперь он там будет находиться, а второй человек, который рядом с ним, это человек, который находится в Алам-Ар-Шекер, и понять, что это Шекер, он поймет, но в тот момент, когда уже изменить что-то, будет невозможно. Был такой анекдот по поводу, вы знаете, что в какой-то момент времени новые русские, у них был такой самый модный 600-й Мерседес, я не знаю, сегодня может быть уже что-то другое, я не в курсе, и был такой анекдот про грузинского нового русского, которому кто-то, один грузин звонит другому и спрашивает, Гога, ты уже купил 600-й Мерседес? Тот отвечает, не знаю, Кацо, пойди, посчитай. И вот, когда есть 600 Мерседесов, или еще что-то, еще есть Новый Чукчев, который упряжка из 600 оленей, и так далее, и когда человек находится внутри вот этого вот мира, и вдруг все растворяется, и выясняется, что этого на самом деле никогда не было. Это Шекер, в котором жил человек, ложь, которую он себе создал, и это ложь, которую можно было использовать, лыцад к душе, для того, чтобы посвятить ее к душе, и использовать все мамон, потому что деньги необходимы. Мамон необходим в этом мире, но необходим для того, чтобы использовать его для митсвы. Мне как-то один человек из России позвонил, я должен был лететь, и сказал, что ему нужно купить какой-то талос, и он сказал, что я ему говорю, что вот есть такой-то ручная работа, цицит, столько-то стоит, это столько-то, он говорит, раплезрый, я полностью запутался, я не очень знаю колоход, вот купите то, что вы покупаете себе. Я говорю, смотри, обычно покупаю довольно дорогое, могу в два раза дешевле. Говорит, купите нормально, а зачем еще надо зарабатывать деньги, если не для того, чтобы купить талос? Для чего еще их тратить? Если для человека реально понимание есть, что необходимо работать для того, чтобы жить, а не работать, чтобы зарабатывать, человек, который понимает, что деньги нужны для митсвот, а не наоборот, этот человек окажется в мире наполненным митсвот. И такой человек, он не называется Раш, но человек, который посвятил себя Шекеру, этот человек, когда окажется в Алла-Мамед, он окажется в мире, который называется... Он окажется Раш. Окей, это продолжение как бы прошлых пасуким, поэтому, несмотря на то, что это уже новый перег Попробуем, я не знаю, успеем ли мы, но попробуем пройти следующий пасук, хотя бы частично И он большой такой, более серьезный пасук Душа без разумения нехороша, торопливой ногами оступится Говорит Мальбин, Мальбин здесь очень короткий, он говорит Белодатнефиш, то есть душа, у которого нет понятия дата Даже если он не согрешит и не свернет с дороги из-за своей глупости Но это все равно придется ему сделать из-за того, что у него есть хессорон, есть изъян в понятии дата Потому что душа, которая без дата, душа, у которой нет понятия дата Это душа, которая нехорошо, там нету топ, там нету добра И также, человек, который спешит делать что-то своими ногами, он согрешит Что значит спешит делать своими ногами, объясняет Мальбин, что дословный перевод я перевел правильно Спешит ногами Но слово Роглаем есть значение ноги, есть значение Гергель, привычка Человек, который работает, делает что-то ногами, а не головой Что означает человек, который делает что-то ногами, а не головой Это значит, человек, обычно, стандартное состояние Человек вначале думает, куда ему идти, а потом идет А бывающий человек идет, не задумываясь куда-то, туда, куда и выведет его привычка. Это человек, который спешит ногами. Посредством этого он сворачивает по неправильному пути с дороги, поскольку он не раздумывает о правильной дороге, и совершает некий оверот. Теперь попытаемся посмотреть Гаона на этот пасук. Хотя я вижу, что это сделать технически не могу, но начнем. Он говорит, человек, который бездата, это душа, которая нехорошо в мире. То есть, если человек делает митцвот, что значит бездата? Если человек идет по неправильному пути, то это человек, который грешит. Человек, который делает что-то бездата, и человек, который грешит, это одно и то же или нет? Объясняет Гаона, что нет. Это два разных понятия. Даже человек, который не икэш сватай, не живет в мире лжи, которую он придумал, но соблюдает и делает заповедями, и в какой-то степени гонится за заповедями, но у него не хватает дата, он не занимается торой. Этот человек, который будет находиться в состоянии лотов, нехорошем состоянии, потому что у него будет постоянный соблазн со стороны его сердца. У меня внизу есть добавки из разных мест других изданий Гаона. В вильнюсском издании Гаон написал чуть-чуть иначе. Он говорит, что слово Гам – это начало так же, человек, который бездата. Гам – это лошун-рибуй. Это что-то включает, добавляет к тому, что было раньше. То есть даже если он будет выполнять всеми цвот, но бездата, то есть без торы, то в этом случае душа его не достигнет состояния тоф. Я думаю, что в следующий раз я это немножко подробнее разберу, если не забуду. А сейчас давайте попытаемся еще продолжить. Он приводит. Велехем левав оныш, эныш и сад. Лехем, то есть хлеб, он насытит человека, человеческое сердце. Несмотря на то, что человек делает все таанугим, все удовольствия в этом мире, если он не будет есть хлеб, то есть не будет кушать, то он останется голодным. Понятно, что есть удовольствие, связанное с едой. Может быть, кто-то слышал, что от еды иногда получает удовольствие. А есть удовольствие, связанное с какими-то другими вещами. Возьмем какие-нибудь духовные удовольствия от музея, искусства, музыки и так далее. Человек, который долго будет слушать классическую музыку, человек, любящий классическую музыку, я имею в виду, человек, который долго будет слушать классическую музыку, но не кушать, он останется голодным. Ганаот, бывают удовольствия, бывают разные. Есть удовольствие в виде еды, и это удовольствие, без которого нельзя обойтись. Есть удовольствие, без которых обойтись физически, физиологически можно, например, без музыки. Так вот, есть духовность, которая происходит от Митцвод, и есть от Торы. Так вот, без Митцвод технически можно было бы обойтись, как без музыки. Но без Торы обойтись нельзя. Поэтому человек, даже тот человек, который что-то делает, и делает все Митцвод, но делает их без Дата, без Торы, человек этот не достигнет состояния, которое называется Тов. Но я вижу, что это просто, я понимал, что мне это на много времени, поэтому давайте мы этот пасук оставим, его разбор, на следующий раз. В следующий раз занятий нету, потому что это Шивот. И через две недели мы, Байзра Дашем, встречаемся в следующий раз. Вот, до новых встреч в эфире. Мы дошли до предложения номер два. Начинаем с предложения номер два. Все, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok